Нейросеть, которая создает звук по описанию, уже появилась. Так что не за горами время, когда появится нейросеть, которая сможет написать мелодию в нужном стиле, сделает бит и пропишет бас в тон, оставив неудел половину битмейкеров. А потом и сведет это все. Так зачем в этой цепочке нужен битмейк? В этом видео я постараюсь ответить на этот вопрос. А еще мы узнаем, насколько хороша нейронка, генерящая звуки по текстовому описанию. И в этом мне поможете вы, подписчики моего телеграм-канала. У меня появился вот такой вот плагин. Он создает звук по описанию, типа как Mid Journey создает изображение, только эта штука создает синты. Соответственно, тут написано Describe a Sound. И я предлагаю вам написать несколько промптов для синтов, каких-то прикольных, обычных, интересных, странных в комментариях под этим кружочком. А я буду вставлять, собственно, в SynthGPT ваши промпты, и мы вместе сделаем очень интересное видео. А еще это видео с бюджетом, потому что вот столько мне пришлось заплатить за месяц подписки на вот эту штуковину. И как она работает? Во-первых, называется SynthGPT. Во-вторых, вот здесь окошко, куда мы вводим описание. Я сюда ввел RISBUS. И вот здесь вот окошко, в котором нам предлагается выбрать из сотни звуков, которые, по мнению SynthGPT, похожи на RISBUS. Тут мы можем добавить их в избранное, и тогда этот звук появится вот здесь. И никаких настроек, никаких эффектов, огибающих, осцеляторов и прочих LFO. Просто выбор из сотни звуков. Вот этот прикольный звук. И самое время посмотреть, что вы там мне напредлагали. К 77 комментариев под кружочком. Очень грубая темная. Темная что? Расист! Расист! Как грубая будет? Раф? Раф? Рут. Ну, мне кажется, скорее раф. Да, вот раф больше подходит. Ро-у-г-х. О-ны-пан-ка-к-э? Дарк? Ро-кх. Что? Пусть будет бас. Да, один из минусов, что приходится писать по-английски, а не по-русски. А, да ты по-английски не шаришь. Here's your dark-raw-bass synth. И вот ответьте мне, похоже на этот dark-raw-bass или нет? Нет. Ну, вот это, по-моему, похоже. Ну, это синты, это басы. Мне кажется, он будет чувствовать себя более-менее хорошо вот в этой области. Как это работает? То есть у него там есть какой-то облачный синт, который все это создает? Или это просто вавки? Ну, вот это тоже вполне dark-raw-бас. Ну, он как бы не дабстеповый никакой. А давайте попробуем. Почему бы и нет? Пониже еще. Естественно, никакой синхронизации с темпом и речи быть не может. Разгон пошел. Блин, прикольно. Круто, круто, мне нравится. Что еще? Что еще? Было бы неплохо промокод на бесплатную подписку, как ты со сплайсом в свое время делал. Надо было продумывать это заранее. Почему бы не сделать конкурс? Но это видео уже все равно с бюджетом, так что пусть будет конкурс. Конкретно ты пишешь в комментариях под этим видео, почему именно тебя нейросети не смогут заменить. А через неделю после выхода ролика я просмотрю все комментарии, выберу самый интересный. И этот человек получит месяц подписки вот на эту штуку в подарок. А о результатах конкурса я напишу у себя в телеграм-канале, так что подпишись. И дальше давайте выбирать интересные звуки. Пусть будет вот это, звучит прикольно. Я даже не могу сказать, волк, я не могу. Я не понимаю. Пусть нейросеть сама разбирается, что это значит. Ну, это звучит как какой-то сэмпл, просто вавка из какого-то странного дрампака. Давайте еще посмотрим. Из этого можно собрать бас для какого-нибудь UK гаража. Ну, это прям колокольчик. По ловникам по ведру кто-то стучит. Типа, кушать. Пошли кушать. Ну, походу, это синт, и поэтому все-таки синтовые звуки ему, наверное, даются лучше, чем обычные. А это как будто вообще вырезка из какого-нибудь аниме. Так заменят нас или нет? Конечно, заменят, но далеко не всех. Вообще, как только в мире появляется что-то новое, типа кино там или радио, всегда начинались разговоры, что старое, типа театра, навсегда уйдет. Но вот сюрприз, этого не происходит. Только не говорите это, пожалуйста, лудитам, конным извозчикам и телефонистам. Короче, почему я считаю, что битмейкера или продюсера на 100% нейросетями заменить не выйдет? Ответ прост. Когда вы последний раз писали бит на заказ, насколько точным было описание того, что хочет заказчик? А теперь представьте, что это описание он не вам отправляет, а в качестве промпта вбивает в нейросеть. Вот вам и ответ. Никогда средний заказчик не будет настолько шарить в создании музыки, чтобы создавать достаточно точные промпты. А на выходе будет получаться пятикратно переваренный кал. А заказчик, которому нужно будет что-то хотя бы отдаленно похожее на музыку, всегда обратиться к битмарю, который, в свою очередь, может быть оператором нейросети. Но его скилла будет достаточно, чтобы писать нормальные промпты, а после дорабатывать то, что слепит нейронка. А если ты пишешь прямые хеты, один клэ, бас, нефтон и все это поверх лупа с лупермана, то тебя точно заменят. Но вот сюрприз, если этого не сделает нейронка, то тебя заменит другой битмар, который будет чуть-чуть креативнее, чуть-чуть скилловее и чуть-чуть трудоспособнее. Так что единственный способ существовать в индустрии, это постоянно растить свой скилл и стараться шарить во всех новых инструментах типа нейросети. Тогда тебе ни конкуренты, ни нейронки страшны не будут. Синт по названию фильма или сериала «Айрон Мэн 2». Ну, пусть будет так. «Айрон Мэн Синт». Синт. Что он назовет «Айрон Мэн Синт» мне интересно. У, я так и представляю Роберта Дауни, младшего под это. Вообще звучит-то прикольно. А это готовый луп. Я все еще доржу. Чисто саундтрек «Мстители», и вот они выходят все. Неплохо, неплохо. О, вот это прикольный звук, я бы его засемплил себе. Как какой-нибудь FX-ик. Прикольно, мне нравится. Этому лайк ставим. Короче, это идеальный синт для UK гаража, я считаю. Ну, я имею в виду, в целом, синт GPT. То же самое. Идеально для UK гаража. Мне нравится. Как раз весна на улице, будем флексить под эти синты. И как обычно напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в FL Studio от А до Я, который отлично подойдет даже новичкам. То есть, если ты ни разу не открывал FL Studio, по этому видеокурсу ты точно напишешь свой первый бит. Видеокурс стоит 4290 рублей, и прямо сейчас я работаю над большим дополнением к курсу, которое будет бесплатным для тех, кто покупал эту версию. А после выхода дополнения цена немножечко вырастет. И чтобы узнать подробнее о видеокурсе или его заказать, напишите мне. Ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео и в закрепленном комментарии. Так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс и прокачивайте свои навыки. Почему-то у него Iron Man именно с UK гаражом ассоциируется. Очень много таких вот звуков. Давайте попробуем Avengers. Оупенинг для PS1. Хотя, наверное, у меня нет таких старых зрителей. Давайте что-нибудь еще. Что у нас тут? Что предлагали интересного? Fancy Plug for Disco 2010. Я думаю, промт надо будет немножко упростить. Ну, хотя, да. Это арт, но он не синхронится никак с темпом проекта. Все, дискач. Ну, это явно где-то засемплено, и просто у меня вот какие-то сэмплы откуда-то дернутые, как будто бы выдают. Реально, это прикольный инструмент, когда вам нужно что-то рандомное. То есть, он не найдет вам именно то, что вам нужно, но типа даст возможность как-то пофантазировать. По-моему, это не дискотека 2010-х. А вот это уже да. Я только начал флексить. Ну да, дискотека 2010-х, наше все. Без всей фигни, просто Fancy Plug. Что он нам найдет? Не-ху. Давайте перефразируем Plug Bass. Нет? Ну где мои сенты для Аны Асти? То, что нужно. Ставим лайк. Вы, наверное, уже поняли, что я только один басовый риф знаю. Ага. Я нажимаю пробел, и он создает новые звуки. Я понял. А вот это мне прям нравится. Давайте попробуем Dark Plug Bass. А вот это прям оно. Это же буквально Dark Plug Bass. То есть для какого-нибудь EDM, для какого-нибудь Кальян Рэп, это идеальный синт. Тоже прикольный звук. Macan Type Beat отличным получился бы. Почему? Три подряд одинаковых звука. Пятый, четвертый и седьмой. Это же буквально три одинаковых звука. Вот, а как он это, интересно, сгенерит? V12 Engine. Ну, это не похоже на V12. Это на самолетный двигатель похоже. Такой слегка стучащий мотор. Ясненько, понятненько. То есть, ну, стоит-таки помнить, что это синт, и он не может синтезировать какие-то супер похожие на жизнь звуки. Я без понятия, что это значит. Не настолько хорошо я знаю английский. Но у меня есть переводчик, в конце концов. Яркий синтезатор похожий на звук газонокосилки. Это похоже на газонокосилку? Нет, не похоже. Но это похоже на яркий синтезатор. Он похоже, типа, то, что он не может сгенерить. Он, типа, просто игнорит такие, типа, яркий синтезатор. Вот тебе яркий синтезатор. Окей. Он еще как-то издевательски так пишет, типа Here's your bright synth similar to the sound of a lawnmower Вот это похоже на газонокосилку, или нет? Напишите в комментариях, похоже это на газонокосилку или нет А вот это, мне кажется, он точно сможет сгенерить Detunate Super Soul Textured Retro Pad Но без процессинга это невозможно использовать То есть его нужно будет сорендерить, нарезать Типа стоит ли оно того? Если это какой-то супер-мега интересный звук, то конечно стоит Но в целом это супер-дефолтный пэт Вот это текстура, да, вот это прикольно звучит Но опять же, нет никаких настроек То есть, типа, вот этот звук, ты с ним живешь и все Можешь как-то его потом уже постпроцессингом что-то с ним делать Но вот здесь только этот звук Давайте просто уберем текстурит и уберем слово ретро Поставим Detunate Super Soul Pad У меня отлетел интернет После того, как он выдал сообщение о том, что нет интернета Он продолжает загружать синты от прошлого промпта То есть, типа, он что, все стоп-пресетов как бы разом в меня бросает? А вот новый промпт я загрузить в него не могу Ultra Dubstep Bass 2013 Ну, да, Ultra Dubstep Bass 2013 Но, скорее всего, если бы мы убрали Ultra 2013, он бы выдал примерно то же самое Давайте так и сделаем Убираем 2013 и убираем Ultra Ну, кстати, вот он мне показал еще раз пресет, который я уже находил То есть, получается, что он не совсем генерит пресеты А просто из своей какой-то гигантской базы звуков Которая у него есть Вот этот SynGPT Просто подкидывает мне что-то Что похоже на то, что я попросил Сомнительно, но окей Да, но не таким будущим мы себе представляли Classic Sinus Это не Classic Sinus А вот это Classic Sinus Просто синусоида Штука, которая может быть как колокольчиком, так и басом Ну, да, наверное Наверное, для этого этот плагин и хорош То есть, типа, когда нужно быстро найти простой звук Стоит ли эта подписка 10 долларов в месяц? Вопрос сложный Energy Bright Sin to Cheer You Up Переводчик Cheer You Up Вот что это значит Поднимает настроение Типа он Cheer You Up, видимо, воспринял за что-то с таким свипом И ваше настроение только что было приподнято Я уверен на 100% Ну, вот это прикольный звук Он такой, типа, тоже Opening для PlayStation 1 Тут уже мне интересно Попробуем просто СЕ-ЛЕ-СТИ Я неправильно написал слово, что ли? Да нет, я правильно написал СЕЛЕСТИ Что, ты не можешь генерить простой звук? Чистая СЕЛЕСТИ Просто вообще Давайте Малит тогда Ммм Это реально Это похоже для EDM-щиков и всего такого Потому что Как мы можем написать нормальный ДАРК-трэп, когда мы не можем использовать колокольчики Давайте Белл введем Ну, вот Метро Буми такое бы использовал? Нет, не использовал бы Вот мне хочется вот это попросить его Я без понятия, что тут написано Но мне очень интересно, что он выдаст Here's your M... Вот это, по-моему, похоже на то, что тут написано ДИСТАНТ ГАЛАКСИС точно тут есть Присутствует ДИСТАНТ ГАЛАКСИС Ну что, у вас появился ответ? Заменит нас нейросети или нет? Грустный тромбон Вряд ли он выдаст именно тот звук, который мы все ожидаем услышать Максимально грустный тромбон Да То есть все, что хоть как-то связано с инструментами, которые типа существуют в реальности Он не может просто нам дать Вообще абсолютно Ну разве что какой-нибудь пиано сможет Давайте попробуем Это аккорд на фортепиано То есть это идеальный плагин для тех, кто пишет UK Garage Это я понял пока что Но еще джерк Вот Из этих звуков джерка можно нафигачить просто немерено Только звук добавить это Вот этот вокс и все Смысл в каком-то синт-джпете этом есть Но нельзя сказать Нельзя сказать, что такое вау Это будущее, которое все, оно здесь Old School Grand War Choir Вот это, наверное, он сможет Смог Но опять же, если бы мы ввели просто Choir Отличалось бы ли это как-то Да в общем нет Это примерно те же самые звуки Sound of the birth of planets Вот это да Но мне кажется, с таким звуком могла родиться Земля Но это уже вряд ли Ну хотя Если представить, что наша Земля это искусственно созданный продукт Или даже если это наш мир, компьютерная симуляция То мне кажется, с таким звуком Вот это наша компьютерная симуляция могла быть создана В общем, нельзя сказать, что я супер впечатлен этой нейронкой А вот как тебе, синт-джпете, можешь написать в комментариях Ну и ставь лайк, если тебя никто не заменял А ты и так нейросеть, а мы все в матрице Будущее пока что не наступило Так что продолжаем делать биты А меня зовут Стас Гартпрод И у меня на этом все Пока, до встречи в следующем видео В котором я снова постараюсь показать тебе что-нибудь интересненькое Субтитры сделал DimaTorzok